Родился Набиул Бахтияна в 1921 году в Ульяновской области. Но в голодные годы родители перебрались в Таджикистан, где было и теплее, и сытнее. Там он и пошел в школу, а уже в 18 лет стал участником финской войны. В Педагогический институт вступил. Учителем работал я в кишлаке, в колхозе. И потом нас оттуда забрали в 39 декабре в армию. Сперва Проскуров, потом Бессарабьев поход был. Вернулись уже из Ясловля. Там уже нас заступила война. Служил в артиллерийском полку, стал начальником дивизионной разведки, освобождал Кубань от немцев, получил орден Красной Звезды за оборону Туапсе. Первый раз Набиул Белялович увидел Сочи в 1942 году. Сюда попал после тяжелого ранения. В госпитале, который располагался в снатоле и салют, его выхаживала медсестра. После войны стала ему женой. Сейчас, говорит ветеран, уже сложно справляться с садом. Студенты сочинского профессионального техникума решили помочь. Это наш долг им помогать. Эти люди, они воевали за нас. И мы всячески должны их поддерживать. Ветеран рассказывает, дети в дом приходят часто из школы, интерната. То про одно просят рассказать, то про другое. Всегда спрашивают, чем помочь. Сегодня ребята постарше взялись за покраску и уборку территории вокруг дома. За каждым вузом и СУЗом закреплен ветеран, которого они в течение года навещают, помогают в быту, поздравляют со всеми праздниками, общаются просто. И вот к 9 мая, конечно, и в пасхальную неделю, мы решили еще и навести порядок во дворах, в квартирах, внутри домов, помочь в хозяйстве. Молодежная акция «Согреем сердца ветеранов» стартовала в Сочи несколько лет назад. Современные тимуровцы приходят в гости к Думстам трем ветеранам. Самое главное – это не разовая помощь. Студенты помогают и в будни, и в праздники. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.